Празднование первого весеннего праздника в областном центре. Расскажут о представительницах прекрасной половины человечества, которые попали в кадр благодаря своим неподражаемым качествам, своей индивидуальности, своей красоты, ума, духовным и душевным качествам. Итак, все о женщинах. Место встречи изменить нельзя. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне Брест с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Качанова. Женщины Бреста покоряют любые вершины. Замечательным весенним праздником поздравил представительниц прекрасной половины человечества председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Как воспитать настоящих сыновей, открытия и откровения мам, известных брещанам людей, их сердца, готовы сотворить настоящие чудеса. В эфире «Итоги недели» говорим о главном. На текущей неделе Беларусь посетила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России. Официальный визит начался со встречи с белорусским лидером, далее продолжение большой рабочей поездки. Место встречи одинаково символичное и для белорусов, и для россиян. Мемориал «Брестская крепость-герой». Именно здесь, 75 лет назад, был дан первый отпор гитлеровской армии. А символичные слова воина в цитадели «Я умираю, но не сдаюсь» стали позывным тех, кто, вопреки всем трудностям и невзгодам, добывал великую победу. Анастасия Анас-Дрин-Плотницкая расскажет подробнее. Рабочий визит председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко и председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальи Качановой в областной центр начался с возложения цветов у вечного огня цитадели. Война, сделавшая свои первые шаги на Брестской земле, принесла много горя и ужаса жителям некогда большой страны. За мир и свободу, в том числе и на территории крепости, сражались представители разных национальностей. Помнить их подвиг, значит сохранять историю, быть верным тому героическому прошлому, которое есть у россиян и белорусов. Продолжила визит в крепость посещение комплекса, открытого при финансовой поддержке компании «Газбром» – музей войны «Территория мира». По крупицам здесь собрана история последних мирных дней, разделивших историю на две части – до и после войны. Глядя на это, у нас, тех, кто не жил в это страшное время, на глаза наворачиваются слезы. Словно острым ножом по сердцу отзывается это в сердцах ветеранов и детей войны. Годы военного лихолетия для них так и останутся незаживающей душевной раной. Эта память сохраняется в сердцах людей, нас приглашают и в школы, мы с удовольствием там выступаем, рассказываем. Потому что это мы живые свидетели того, что пришлось пережить нашему народу в годы Великой Отечественной войны. Ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники концлагерей ждали встречи с Валентиной Матвиенко и Натальей Качановой. Этот диалог можно назвать скорее общением поколений. Знаменательно, что оно состоялось в преддверии Международного женского дня. Немалый вклад в достижение одного из самых ярких результатов минувшего столетия, победа над фашизмом, был сделан женщинами. Большой подвиг единого советского народа не будет забыт. Практически каждая четвертая семья не дождалась фронта близкого человека. Это большое личное и в то же время общее горе, которое сплачивало и будет сплачивать людей еще долгие-долгие годы. Вот мы посмотрели экспозицию музея и горько очень, и гордимся теми воинами, солдатами, которые приняли на себя первый удар и героически сражались практически до последней капли крови. Спасибо вам большое, спасибо за наше мирное небо, за нашу страну. Мы гордимся вами. Всего вам самого доброго, здоровья. Будьте с нами всегда, всегда, всегда. Я закончил войну, мне было 20-й год шел, а сейчас 95-й. Через 75 лет, слушайте, кто думал, что можно, да мы думали хоть одним глазом посмотреть на мир. И слава Богу, что вот ветераны еще пришли вот на встречу. Это очень важно. От нас зависит, как мы преподнесем правду о войне. Ведь ее нельзя как-то вот взять и сказать, не так, как было. Ведь я пережил это. И это у меня в сердце, в моем сознании. И, конечно, я хочу, чтобы мир был на земле долгим и спокойным. Две влиятельные представительницы политического мира Беларуси и России, Наталья Качанова и Валентина Матвиенко, выразили уверенность в том, что каждый участник событий трагических сороковых должен быть окружен теплом и заботой, не иметь никаких проблем в социальном обслуживании. Эта работа будет вестись обоюдно, заверили они. Два народа, несмотря ни на что, объединят общая история и общий подвиг. Мы это услышали, не только услышали и почувствовали, что в Беларуси такой твердый настрой на продолжение глубокого сотрудничества с Российской Федерацией, на фундаменте нашей общей истории, общности нашей культуры, языка, нашей общей духовности, веры. И это все очень искренне. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Молошинок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Главное – будьте любимыми. Мужчины активно поздравляют представительниц прекрасной половины. Свои пожелания в адрес женщин накануне направил и председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Накануне в исполкоме состоялся прием женщин к 8 марта. Участницами приема стали женщины, которые успешно реализовывают себя в выбранной профессии. Женщины – руководители, врачи, педагоги, журналисты, деятели культуры. Перечень сфер деятельности и профессий, в которых заняты женщины, попавшие на торжественный прием, очень широкий. О том, как прошла встреча и почему комплименты и добрые слова лучше любого подарка, расскажем далее. 20 красивых и сильных, активных и энергичных представительниц разных профессий были приглашены в городской исполком на праздничный прием, посвященный Дню женщин. Зампреды, администрации, директора, главврачи, педагоги, дизайнеры, студентки в зале собрались разносторонние и достойные. Вообще, городоначальник каждое мероприятие, будь то деловая планерка, либо городской праздник, проводит неординарно. Один из красноречивых примеров – встреча с женщинами. Это был по-настоящему праздничный и честный прием без грифа официально, все максимально просто и душевно. Мы честуем лучших женщин нашего города, но, наверное, это совсем неправильное определение лучших, потому что лучшие все наши женщины, все брещанки. Просто мы подходим с определенными номинациями. Это или по отраслевому признаку, или по каким-то достижениям в каких-то сферах. Вот сегодня это те женщины, которые себя проявили именно в год тысячелетия. Своим профессиональным трудом, своим талантом они помогли нашему городу достойно отметить свое тысячелетие. Сегодня женщин можно встретить и на государственных должностях, и в политике, и в бизнесе, и в правоохранительных органах, и за станком, и в рядах вооруженных сил. На встрече они делились личными моментами из жизни, рассказывали о любимой работе, о том, как любят Брест и каким видят его развитие. Поистине вдохновляющим прием стал для главного агронома Бреста Оксаны Горгун. Она отвечает за цветочный наряд нашего города. Согласитесь, в прошлом году было красиво, и она сделала для этого все возможное. А сегодня и сама расцвела, как первый весенний цветок. В преддверии праздника наши женщины, как и цветы, будут такие же прекрасные, радостные, с хорошим настроением. И мы встретим следующий праздник большой, это 75-летие Победы, тоже таким же красивым, цветущим городом. И постараемся сохранить эту красоту на протяжении многих-многих лет. Лидер ясти в системе здравоохранения Татьяна Авдейчук в представлении, пожалуй, не нуждается. Врач, который может подобрать не только правильные лекарства, но и нужные словам. Добрая, человечная, внимательная. Для нее каждый рабочий день, словно понедельник, трудоемкий и ответственный, иначе нельзя, ведь на кону здоровье самых маленьких пациентов. Хочется еще больше включать какие-то резервы, какие-то мысли. Вот я даже сегодня присутствовала, посмотрела о своих коллегах сегодняшние встречи и думаю, вот можно еще это подхватить идею, можно это сделать. Радуешься успехам других и какие-то планы строишь свои. Брестская красавица Юлия Иовлева покорила экспертов конкурса «Мисс Беларуси» глубоким внутренним миром, харизмой и, конечно, внешними данными. Девушка прошла городской и областной этапы кастинга. Сегодня она в полуфинале и не скрывает, есть все шансы, что новоиспеченной «Мисс страны» в этом году станет брещанка. Я была первый раз на приеме у мэрии, конечно, такие вот ощущения очень смешанные, потому что, с одной стороны, какое-то волнение, потому что я не знала, честно говоря, чего ожидать. Но, с другой стороны, очень приятно, что вот это ценится, что все-таки успехи, которые я совершаю, их видят и это ценят. Каждая девушка и женщина, приглашенная на прием, получила памятный подарок и весенний цветок. Но на этом приятные моменты не закончились. Все продолжилось в областном общественно-культурном центре. Первым с большой сцены поздравил виновниц торжества городоначальник. Однако на этот раз, наряду с привычными трогательными поздравлениями, от Александра Рогачука прозвучали стихи белорусского классика. Мне распознать еще не поздно, где кислый класс, а где вино. Помнишь, женщин, что строил я, розных, тебе, предметил я давно, каханием клястися не буду. Одно скажу я без прынук, о, как я был, такие, как Будда, сердце поднял десятка в рук. А далее и без того красочный вечер раскрасила яркая театрально-музыкальная программа. Словом, праздник прошел на одном дыхании и, несомненно, оставил в женских сердцах ощущение счастья. Ведь давно известно, лучший подарок дамам – это забота и внимание. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. В мире обычных людей есть волшебники. И эти волшебники – наши мамы, которые творят чудеса каждый день на протяжении всей жизни. Как у них это получается? На этот вопрос из трех героинь нашего следующего материала ни одна не смогла ответить. Но в глазах каждой светилась любовь и гордость за своих сыновей. Поскольку каждая из них воспитала настоящего мужчину. Мужчину своей мечты – защитника, ответственного человека. Не буду интриговать. Смотрите материал Ларисы Осмолович. Это уже трудно представить. Но все те люди, которые сегодня руководят городом, предприятиями, возглавляют университеты и учреждения культуры, люди, которых мы все знаем в лицо, хотя бы из материалов СМИ, были когда-то маленькими. Их мамы учили своих несмышленышей первым шагам и словам. Сажали будущих героев на горшок, пили им колыбельные, лечили от простуд и наказывали за проказы. Несмотря на известность детей, об их мамах мы знаем мало. А мы хотим восстановить справедливость и рассказать вам не о сыновьях и не об их достижениях, а о тех женщинах, благодаря которым они стали такими. Первую героиню нашего материала, Елену Леонидовну Митюкову, мы застали на кухне вместе с сыном Александром. Она готовилась к приему гостей, то есть нас, хлопотала. Впрочем, хлопоты для этой хрупкой, интеллигентной, милой женщины – дело привычное. Так повелось по жизни. Правда, раньше приходилось совмещать профессиональную деятельность и семейные заботы. Елена Леонидовна – преподаватель высшей школы, филолог. Своих сыновей Алексея, сегодня директора Брестского областного краеведческого музея Александра, собственного корреспондента газеты «СБ» «Беларусь» сегодня воспитывала на примере отношений в семье. В каждом видела, прежде всего, личность. На вопрос, что особенного было в воспитании, однозначного ответа нет. Ответ, конечно, простым не может быть, потому что даже мне трудновато немножко ответить на такой вопрос. Но, как мне кажется, в первую очередь это, наверное, пример семьи. У нас была хорошая дружная семья. У меня был замечательный муж, у них, соответственно, замечательный отец. Да, дети никогда не видели дома ни ссоры, ни всего, а тихая, спокойная, мирная обстановка. Они у меня в основном развивались в 90-е годы. Ну, что такое 90-е трудные годы? Да, эти талоны, дефициты и прочее. Поэтому сказать, что я очень много посвящала времени сыновьям, честно скажу, не получалось. Потому что работа была и трудный быт. Силу занятости. Да, силу занятости. Но точно могу сказать, что когда у меня было свободное время, я была с ребятами. Старалась их интересами жить. Вот Сашенька ходила в музыкальную школу, ходила на его выступления, на его концерты. С Алёшей я разделяла его исторические интересы. С маленького Алексея был привязан к истории. Алексея с детства к военной истории, да, это была его любовь. Деньги, которые ему давались в буфет школьный на пирожок, он копил, и потом приносил какие-то книги по истории. Вот. И всё, меня просил смотреть с ним эти фильмы. И я честно смотрела все военные фильмы с ним вместе. Вот оттуда всё началось. Да. Хотя, может быть, я бы с большим удовольствием мелодрамы смотрела, но ради сына. Когда говорят о воспитании, да, всегда ассоциируется с каким-то действием. Вот недавно там ремня, да, то есть вот патриотическое воспитание, значит, что повели в крепость. Там духовное воспитание повели на концерт или в церковь, в армии воспитывают под громкую команду старшины. То есть обязательно какое-то действие над воспитуемым. А в нашей истории здесь действия как такового, вот, я не могу вспомнить. Здесь, ну, мама совершенно правильно говорит, это пример семьи, то есть образец поведенческий, вот. Ну, и, наверное, качество, которое перенимаешь не на генетическом уровне, а уже вот видя... Визуально. Визуально, на примере человека, вот одно из таких качеств, которые я могу выделить у мамы, это умение слушать и критическое мышление. Все ради сыновей, вся жизнь для них, говорит Елена Леонидовна. Алексей и Александр были совсем разными. Старший, спокойный, рассудительный. С малолетства тяготел к истории младшей творческая личность. С пеленок, антонимы, так называла их Елена Леонидовна. И должна сказать, что в этом отношении творческая личность Александр доставлял, конечно. Да, 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 да. То он в 90-е годы, где-то это была середина, да, уже 90-х годов, да, он решил восстановить в школе пионерскую организацию. Вот там столько было инициатив, да. То ко мне пришли пятеро вот таких вот мальчишечек, и они там какой-то концерт. Барабаны принесли, какие-то что-то еще, какие-то самодельные гитары. Ну что делать? Ушла на кухню, сидела на кухне играть, заткнула уши. С Алешей было меньше в этом отношении хлопот. Он всегда как-то сам устраивался, сам свой досуг устраивал. У него не было такого, знаете, бьющегося вот этого творчества, какой было Александра. Может, поэтому и специальности у них такие, что вот его творческая вот эта вот личность. Он со второго класса стихи писал. Я вот, идет Саша, я в окно выгляну, вот если у него улыбка души и взгляд такой радостный, восторженный, это значит, какое-то задание творческого в классе получил, там или какой-то рассказ написать, или какое-то там сочинение на свободную тему. Журналист же тогда сформировался. Да, безусловно. А Алексей? А Алексей, я говорю, это было увлечение военной историей. У меня у мужа гражданская специальность, он закончил Московский историко-архивный институт. Вот, и вот он заразил, как говорится, с пыленок Алешу любовью к истории. На выбор профессии своих уже взрослых сыновей родители давления не оказывали. Хотя их родословная как-то так, между прочим, к этому обязывала. Их предки к истории имели отношение непосредственное. Фамилии прадедов, гидеонов, по олине отца и гамов по матери, ученые, известные не только в России. Это исключительно была их доброй волей. Вот, Алеша историю выбрал, как я уже сказала, чуть ли не с детства. Вот, ну, слава богу, хочешь быть историком, быть историком. Вот, Саша в журналистику, хотя, я говорю, он с детства писал то стихи, то вот любил творческие задания, но избрать журналистику как профессию, к нему это пришло в старших классах. Случайно. Да, ну и ради бога, значит, будешь журналистом. То есть я никак не подталкивала, нет, ни в коем случае. Не было, не было. Сама я говорю, вот я педагог, я очень довольна своей профессией. Я бы второй раз родилась, я бы опять выбрала профессию педагога. Вот. Ну, муж военнослужащий был. Нет, это был их чистый выбор. И, конечно, слова благодарности и поздравления от сыновей. Вот какая мама, вот такая. То есть ни одного слова со знаком минус, ни со знаком плюс я могу говорить комплименты и хорошие слова бесконечные. Знаешь, мам, я скажу емко, спасибо. Для меня мама – это, прежде всего, самый главный человек в жизни, самый дорогой, самый любимый. Мамуля, дорогая, поздравляю с праздником 8 марта. Желаю, прежде всего, здоровья, мира, добра, благополучия, всего самого-самого доброго и хорошего. У меня жизнь удалась. Я счастливый человек, говорит вторая героиня нашего сюжета Раиса Петровна Кравчук. У меня прекрасный муж, с которым мы прожили долгую жизнь в любви и заботе друг о друге. Мой Василий Ульянович самый лучший. Золотую свадьбу дети справили нам. Любишь, не любишь? Совместно. Но если любви не было бы, разве можно встречаться так? Как мы, как после вот такой разлуки немножко такой, мы как будто бы снова встретились, и как будто бы снова мы на свидание. И снова, как первый раз. Да, как первый раз. И вот, представляете, это время, так как пролетало место, вот потом дети приезжаем, ну, конечно, вся ответственность на воспитание детей ложилась на нее. И самое главное, гордость матери, опора отца, это сыновья, Игорь и Вадим, хороших ребят воспитали. Раиса Петровна, а вот как, легко ли было растить двоих мальчишек? Мальчишки-то сорванцы, хулиганы. Мне кажется, тяжести не было, честное слово. Как-то вот так, как-то хорошо было. Это не то, что я там хвалю, или как-то там красуюсь. Нет. Это как-то так получалось, оно само по себе. Ну, конечно, как мальчишки, это ясное дело. У них тоже были что-то как-то. Шалости? Да, шалости, но они занимались спортом. Они занимались гонболом. Вадим Васильевич тоже? Да, да, и Вадим Васильевич, и Игорь Васильевич, они оба занимались гонболом. Они ездили на соревнования, Минск, Прибалтика. Так что они чем-то постоянно были заняты. А учились как? А учились хорошо. Отличники? Ну, хорошисты. 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 Вот. Приучены были к труду. Он у нас был очень порядочный. Мы всегда с мужем хотели еще иметь девочку, дочку. Поэтому у нас наши эти сыновья были, они нам заменили и дочку, и сыновей. И было нам очень хорошо с ними. И нам и сейчас хорошо, во-первых. Мы от них получаем очень много ласки и любви, и внимания, и заботы, и добра. Поэтому как-то вот так оно есть. Можно сказать, что опора надежды. Да, 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 есть. Труженьки, добрые, отзывчивые, порядочные. Раиса Петровна и Василий Ульянович такими и сыновей своих воспитали. К труду приучались с детства. Ребята росли хорошими, хлопот родителям не доставляли. В школе заводилы, практически отличники. Всегда и везде были с родителями. А мама и папа и на моря возили. И в турпоездке вместе. Родительский пример – самое главное воспитание. Так считает Раиса Петровна. Если хочешь, чтобы тебя люди уважали, значит, надо к ним относиться так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Это вы, наверное, заложили в него такую билюцию. Ну, не знаю, может быть и так. Ну, правда ведь? Согласна. Потому что если ты к людям будешь относиться лишь бы как, и к тебе точно так же будут люди. А так? Не зря говорят, что в Библии говорится за добро, добро воздастся. Правда же? Правда. Я думаю, что все-таки главное самое – это, конечно, верно, честность, порядочность и доброта. Я думаю, что так оно должно быть. И чтобы они были искренние, понимаете? Не лишь бы как-то что-то, а вот искренность должна быть. Что человек, если что-то делает или говорит, это должно быть с душой. Улетели птенцы из гнезда. Сегодня у Игоря Васильевича, который трудится на предприятии «Белалка». Возглавляет управление по внешнеэкономической деятельности своя семья, двое деток. У первого заместителя, председателя Брестского горосполкома Вадима Васильевича, раскроем секрет, четыре доченьки. Прекрасные семьи, замечательные супруги, а детки, внуки наши, говорит Раиса Петровна, это счастье и слов других не нужно. И дети, и внуки, все заботятся о родителях, стараются лишний раз не беспокоить, чтобы не расстраивать. Стараются не показывать, чтобы нас не волновать, чтобы мы не переживали, чтобы мы не волновались. Но мы и так переживаем. Говорит он, не говорит, делится, не делится, но все равно же материнское чувство, это сердце, оно чувствует все. Поэтому в другой раз и не надо говорить, мы сами все будем видеть. А старший сын? А старший сын у нас тоже очень хороший, очень порядочный. Ну, вообще, к нему тоже вот что ни обратись, что он никогда ничего не откажет. Но они, понимаете, они разные по внешности, но у них тот же стержень. Что у одного, что у второго. Мы, конечно, гордимся и старшим, и младшим, и нам не стыдно ни за одного из сыновей. Нет, не будет никогда стыдно. Семья сегодня большая, говорит Раиса Петровна. Представьте, только дней рождения у нас 12. За родительским столом собираются все и дети, и внуки, в будущем и правнуки присоединятся. Семья для клана Кравчукова – это целый мир, это безграничная любовь, это уют, добро, которые воплощаются в одном лице, в лице мамы. Мама – это самый добрый, чуткий, наверное, и самый человек, которому можно все доверить, любую ситуацию, потому что это самый родной и близкий человек. Любви мы стараемся, и она у нас привита, она у нас есть, и в моей семье она есть, поэтому самое главное – здоровье, и побольше, чтобы она побыла с нами. С Даной Валерианой Рогачук мы встречаемся как старая знакомая. Это неудивительно, она учила меня русскому языку. Я вижу вас каждый день, все знаю. Ой, Дана Валерьяновна, сколько же нас связывает, правда? Очень горжусь вами, вашей этой компанией, вашими передачами. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Красивая жизнь у красивой женщины. Дана Валерьяновна была и остается яркой. От нее исходит какая-то особая энергетика, которая завораживает, и еще умение вести разговор. Она – потрясающий собеседник. Жизнь прожить не поле перейти, говорит Дана Валерьяновна, но поле переходить нужно с любовью. А любовью всей ее жизни был и остается ее супруг Степан Иванович. Первое образование у Даны Валерьяновны экономическое, а уже потом педагогическое. Школе, детям посвятила всю свою жизнь. Сколько грамот в ее личном архиве просто не перечесть, но самое главное – ее любят и чтят ее ученики. Дана Валерьяновна говорит, что бывших учителей не бывает, и сегодня научит и воспитывает уже своих внуков и даже правнуков. Но главным достижением своей жизни считает своих сыновей – сыночки. Так ласково она их называет. Сашеньку родила в 65-м году, 1 февраля. Завируха! Уважаемые телезрители, я хочу сказать, что Сашенька – это наш председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Оргачук. Дана Валерьяновна, ну как? Я его родила, я его в Батче. Потом Олег родился. Да, через год и 11 месяцев Олеженька родился. Они такие разные, разные. Разные они и сегодня. Олег выбрал профессию врача Александра Военного. Старший сын Александр Степанович прошел Афганистан, ушел в запас на гражданке, возглавлял идеологическую службу области, московский район. Сегодня он мэр Бреста. Ребята, вспоминая Дана Валерьяновна, росли послушными, хорошими. Особых проблем не доставляли, хотя шалости, как и у всех мальчишек, были. Я не могу даже сказать вот так, чтобы они были какие-то особенные. Но вот если я пошла на лекцию, например, так, то они садились, чистили картошку. И первый вопрос, который задавали, ну как прошла лекция? Ну они же знают, мы всегда общались вот с Степаном Ивановичем. И я рассказывала, они слушали, как прошла, сколько там людей было. Поэтому такая вот какая-то была у них ответственность за нас, за меня, что я вот и все. Поэтому я не могу сказать, что там уже, ну добрые такие были. Так что, знаете, дети как дети. Но у меня особых проблем вот с ними не было, как у других родителей, я смотрю. Бог меня, наверное, берег. Может, потому что бабушка очень много вложила в этих детей, помогала у нас, знаете, такое. Да, конечно. Поэтому, ну вот выросли, кроме благодарности, в школе благодарности. Я помню, у нас такой уже, уже выросли уже. Я работаю, значит, в школу, а Саша поступил уже, это высшая военно-авиационно-политическая, курганская. Конкурс огромный, большой, видите, какие они, поступил. А все. Ну, Олег тоже в Брестский, ой, Брестский, Грудневский медицинский институт. Тоже где-то было 8 или 12 человек на месте. Большая семья у Даны Валерьяновны сегодня. Сыновья, невестки, внуки, а у внучки Анечки родились свои детки, двойняшки Влад и Евгения. Гордость за близких безмерная, как и любовь, которая сегодня Дана Валерьяновна старается оградить от неприятностей своих родных. Вы гордитесь своим сыном. Ну, знаете, я очень переживаю за его здоровье, потому что он такой тоже трудоголик такой же. О, еще и какой. И он тоже все это, знаете, внешне он может не показать, он тоже внутри тоже очень переживает. Ну, знаете, тут гордость такая относительная. Просто, ну, какая-то вот есть чувство, конечно, вот такое состояние души, что слава Богу, что вот он такой. Я говорю, Саша, зачем тебе, у тебя кругом карьера. Там ему военную карьеру, он же 31 год подполковника получил. Он везде старается, где бы он ни работал, то все. Ну, заговорите, Дана Валерьяновна, он такой и замолкаете. Он такой, ну какой он. Он ответственный, понимаете, вот в нем есть очень много такого. Прежде всего, он очень ответственный. Во-вторых, он вроде жестковатый немножко после Афгана, все равно вот такой стал характер. Я отдаю себе отчет, что все, что есть у меня, это заслуга моих родителей. И те качества, которые обладали и обладают мои родители, они дали возможность мне руководить городом в том числе. Поэтому пожелание одно, чтобы мама была со мной как можно дольше, чтобы была всегда такой же веселой, умной, остроумной и требовательной, а по отношению ко мне и строгой. Вот такие наши героини. Каждая воспитала настоящих мужчин, сыновей, которыми можно гордиться. Лариса Осмоловича, Эдуард Покунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Наш следующий материал выпуска можно скорее назвать выпуском программы «Жди меня». Правда, адреса все известны, но люди в силу разных обстоятельств сегодня не имеют возможности общаться чаще. Речь пойдет о женской дружбе, которая не подвластна времени. Героиням нашего материала сегодня уже за 90. Вместе они пережили события Великой Отечественной войны. Вместе они учились в школе, где и стали друг для друга больше, чем просто одноклассниками. К сожалению, время берет свое. И пусть они живут в одном городе, но видеться из-за разных причин уже не в силах. Видео «Привет» записала Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Это мы учились в первом классе в детшонах. Кто там учился? Откуда были дети? С Гершон. А ты вообще сама откуда? С Аркадии. С Гершон, Бернац, Митьки, Котельня. Сколько у вас было учеников? 55 учеников в первом классе было. С особым трепетом Елизавета Спиридоновна за щук держит в руках маленькую черно-белую фотографию. Здесь изображен ее большой дружный класс школы деревни Гершоны 30-х годов прошлого века. Сколько всего пришлось пережить этим ребятам, чье детство выпало на эпоху государственных перемен. Предметы начальной школы Елизавета Спиридоновна постигала на польском, закончила и вовсе украинскую школу. Так было у всех ребят той эпохи, живших в деревнях Гершоны, Аркадия, Волынка. Теперь все это часть города Бреста. Многое поменялось, однако крепко осталась дружба, объединившая трех девчат – Аню Миронович, Олю Волк и Лизу за щук. На фото им не больше восьми, сегодня за девяносто. Однако песни и стихи, жившие в их детстве, Елизавета Спиридоновна помнит до сих пор. Очередной международный женский день Елизавета Спиридоновна проведет в компании родственников. Здоровье уже не позволяет трем подругам-одноклассницам собираться вместе. Хотя еще несколько лет назад они громко пели песни под гармонь. Свои истории юношества Елизавета Спиридоновна с удовольствием рассказывает дочери и внукам. Мама всегда смотрит эту фотографию, вспоминает и говорит, ну уже этого нету, уже этого нету. У нас вот по нашей улице еще есть такие долгожители, это вот и Гловацкая Вера Федоровна, и Страчук Вера Ивановна. Вот, потом, ну чуть моложе есть женщины, по 89, ну вот такие у нас долгожители. Ну не знаю, с чем это их возраст такой связан. Наверное, закаленные по молодости были. Судьба коварная штука. И из большого класса в 55 человек свой красивый юбилей 90-летия встретили только три подруги, живущие неподалеку. Жизнь каждой сложилась по-своему. Елизавета Спиридоновна вырастила детей, внуков, правнуков, всегда любила порядок и уют. А еще тишину, поэтому в ее доме не прописывались надолго радиоприемники и телевизор. Это отчасти она считает секретом своего долголетия. Меньше информации, меньше плохих новостей. Но в преддверии Международного женского дня Брестская долгожительница передает привет своим подругам детства, молодости, юности и желает каждой женщине нашего города любить и быть любимой. Мамочка, что бы ты хотела сказать всем нашим, ну своим этим подружкам-одноклассницам, всем жителям? Поздравь с 8 марта. Пусть здоровье будет, Бог хранит здоровье, пусть будет благополучие, радость. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышин, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Все в женских руках. В хрупких руках прекрасной половины сегодня практически все. Учительские указки и скальпели, важные доклады и отчеты, руль автомобиля и даже штурвал. Ими гордятся, их ставят в пример. Не секрет, лучшим завидуют. Женщин года Брестской области выбрали на этой неделе. Среди обладательниц почетного звания – представительницы самых разных возрастов и профессий. На подведение результатов ежегодного конкурса Брестской областной организации Белорусского союза женщин побывала наша съемочная группа. Как быть лучше и на работе, и дома. Формула успеха в следующем материале выпуска. Тот случай, когда Брестский областной театр кукол напоминает закулисье конкурса красоты. Здесь собрались самые деятельные и амбициозные представительницы прекрасной половины. Они работают в офисах, школах, больницах, на предприятиях и в фермерских хозяйствах. Сегодня по-праздничному нарядные, немного смущенные, они искренне удивляются повышенному вниманию. Традиционно в конкурсе «Женщина года» победители выбирали в пяти номинациях. Лидерство и успешное руководство, материнская слава, духовность и культура, хозяйка села, активная жизненная позиция. Конкурс проводится в этом году уже 12 раз. И с каждым годом он набирает все больше и больше своего размаха. Все больше и больше женщин принимают в нем участие. И я просто уверена, что это не скоро закончится, потому что потенциал женщины, он безграничен. Он растет с каждым годом. Они во всех сферах нашей жизни играют очень значительную роль. И как женщины-руководители, и как женщины-депутаты, и как женщины-политики, и, конечно же, как женщины-матери, как женщины-красавицы, которые берегут свой семейный очаг и в первую очередь воспитывают детей. Поэтому всех поздравляю с наступающим праздником. Первой на сцену поднялась Анжела Гаргуна. Она руководит Брестской областной нотариальной палатой. Знает, как мотивировать подчиненных повысить производительность труда и при этом сохранить позитивный микроклимат в коллективе. Ее деловой хватке и умению вести за собой позавидуют каждый, а еще про таких, как она говорит, в руках дело горит. На что он оцеливает коллектив, успешный руководитель. На результат, конечно. Все должно быть хорошо, четко организовано. Все должно быть вовремя, все должно быть так, как положено. При этом я считаю, что мы достаточно внимательно относимся и к каждому члену нашего коллектива. То есть, если каждый знает, что в случае чего его поддержат, его помогут, ему помогут. Но при этом надо все-таки общее дело делать и делать хорошо и вовремя. Ну вот я считаю, что это главное для достижения результата. Второй на сцену поднялась заведующая терапевтическим отделением поликлиники Кобринской центральной районы больницы Лариса Аксенова. Ее работа – нескончаемый конвейер забот, в котором точно нет места чаю с печеньем и взглядом в окно. Терапевты всегда принимают первыми удар. Нужно быть всегда человеком, относиться к любому человеку, как бы ты хотел, чтобы относились к себе. Потому что это важно. Мы все люди разные, а найти подход к каждому нужно особенный. Поэтому быть внимательным, добрым и отзывчивым – это, наверное, самое главное качество, которое должен обладать и каждый человек, и в первую очередь врач. По сути, благодаря этому конкурсу четко понятен портрет современной белорусской женщины. Она руководит, дарит жизни, учит детей, лечит людей, совершает научные открытия и даже возрождает село. Да, от бизнес-вумен перейдем к повелительнице села. Хозяйке Натальи Прокопук точно все по плечу. Собирает старинные рецепты и успешно развивает агротуризм. Разработано несколько программ для иностранных туристов, где мы показываем обряды выпечки каравая, поем, вместе с ними готовим, вместе с ними свата выбираем, вместе с ними гуляем. Сама готовлю, сама сервирую, фотографирую и показываю это людям, что у нас есть чем гордиться, и мы ничем не хуже, чем остальные страны. Всех, кто в этот день поднимался на сцену, объединяет одна общая черта. Они смогли вычислить формулу успеха и доказать у достижений женское лицо. В номинации «Активная жизненная позиция» победу одержала пинчанка Валентина Кулак. Мы сейчас работаем над прекрасным масштабным проектом имена славных женщин в истории города Пинска. Задача наша – раскрыть потенциал каждой женщины. Мы прекрасные мамы, жены, бабушки, работники, а вот не всегда мы видим потенциал женщины, ее тонкость, ее чутье. Вот это наша задача. Конечно, все эти достижения не самоцель, скорее приятный бонус, благодаря которому понятно, их труд заметен и оценен по достоинству. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Женщина бесценна. Высокое предназначение дано ей на земле. Она заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного очага. Она несет в мир жизнь, любовь и красоту. Она растет детей, согревает теплом и заботой мужчин. Будьте всегда счастливы, любимы и прекрасны. Так говорят мужчины. Не верите? Послушайте. Они штурмуют цветочные магазины, терпеливо стоят в пробках у торговых центров и охотятся за подарками. День Икс до миллиона мужчин по всей стране почти настал. Суета и ажиотаж. И все это ради ее улыбки. Дорогие женщины, поздравляю всех с 8 марта. Желаю вам хорошего настроения не только на 8 марта, но и на всю вашу жизнь. Здоровья, чтобы вы все нашли своих вторых половинок также. Дорогие наши половинки, живите всегда долго, улыбайтесь, невзирая ни на что. И самое главное, будьте счастливы. Поздравляю всех женщин с день весны, с 8 марта. Желаю всего-всего, главное, крепкого здоровья, счастья, любви. Это самое необходимое. Ну и всем женщинам успеха и удачи. Желаем, чтобы у вас, то есть, все в жизни хорошо сложилось. Поздравляем вас. Желаем радости и любви. Хочу любви. Пожелать большой-большой, чистый-чистый, светлый-светлый. Желаю им счастья, здоровья, чтобы все получалось в жизни. Ну и всего самого на лучшего. Хочу поздравить всех, всех женщин, наших любимых, с этим замечательным праздником весны, 8 марта, чтобы они всегда были замечательно красивыми и оставались. Чтобы мы всегда их любили и будем вас любить, женщины, с праздником вас, с 8 марта. Я поздравляю всех девушек, всех женщин с праздником весны, чтобы все улыбались, были счастливы. Поздравляю всех женщин с Международным женским днем. Желаю крепкого здоровья, настроения, позитива, чтобы они не болели никогда, чтобы все у них было хорошо. И всего самого-самого хорошего от меня лично. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам любовь. Милые женщины, мы присоединяемся ко всему вышесказанному и поздравляем вас с 8 марта. В самый весенний праздник желаем вам 8 женских весьма необходимых вещей. Мира в семье, покоя в душе, здоровья, радости, любви в сердце, легкости, приятных слов и красивых цветов. Пусть этот день подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний. Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость. Желаем вам в этот день не просто получить от жизни свою долю счастья, но крепко взять судьбу в свои руки и устроить все кругом по своему вкусу. Пусть с возрождением природы, приходом теплых солнечных дней в ваших душах рождается надежда на лучшее и поднимается настроение. Любите и будьте любимыми! С праздником! С днем 8 марта! Это были итоги недели. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. А пока всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя!